Здесь вот пациентка, в ней вдвоенная почка, левая, дайте зажим. На операционном столе лежит молодая женщина с диагнозом гидронефроз. Это, простыми словами, расширение полостной системы почки. Да, пришлось удалять часть почки. Почему это происходит и как сегодня лечат такие патологии, мы вам сегодня расскажем. Вы смотрите программу «Медицина КИЗ». Меня зовут Вера Захарчук. Мы здесь, как всегда, говорим честно о самом главном. Здравствуйте. Сегодня наша съемочная группа работает в Национальном научно-медицинском центре. Здесь, как всегда, с раннего утра работа кипит. У врачей только закончился обход. Медсестры готовят пациентов на операции. В отделе урологии мимо нас провозят молодую девушку. Ей предстоит непростая операция. У нее гидронефроз. Это заболевание почек, связанное со стойким, прогрессирующим расширением чашечно-лоханочной системы. Чаще болезнь встречается у молодых людей в возрасте 25-35 лет. Заболевание не самое распространенное, но может иметь самые серьезные последствия. Если вовремя не начать лечение, может произойти атрофия ткани почки и разовьется почечная недостаточность. Причинами ее может быть сужение мочеточника. Как правило, возникает у пациентов после оперативных вмешательств, после урологических операций, гинекологических. Иногда гидронефроз может возникать на фоне врожденных сужений мочеточника или лоханочно-мочеточниковой системы. Виды гидронефроза так и разделяют на вторичные, причем есть три степени, и первичные – это тот самый врожденный. Диагностируют такое еще до рождения ребенка при проведении плановых УЗИ беременной. Аномалии развития мочеточников и почек бывают разными, но у пациентки, которая обратилась к доктору Искакову, особый и довольно редкий случай. Она поступила пациентка, очень интересная, у нее полное удвоение обеих почек, то есть у нее, можно сказать так, четыре почки, у нее две лоханки, два мочеточника, отдельно сосуды подходят. Несмотря на молодой возраст, у нее, получается, в левой почке имеется выраженное расширение верхней половины почки. И учитывая то, что расширение почки у нее врожденное, она не ощущала каких-то, то есть не было боли, температуры, и этот процесс протекал у нее медленно, и организм адаптировался, и почка расширялась все больше, и это привело к тому, что верхняя половина вот этой левой почки у нее сморщилась. К сожалению, она очень долго с этой проблемой ходила, не обращалась. В организме человека почки являются важнейшим органом. Как говорят в Китае, если они не в порядке, уходят здоровье и силы, уходит молодость, но вот болят они тихо. Потому диагностировать болезни на ранних этапах сложно. Признаки гидронефроза весьма не специфичны. Дети, как правило, не могут самостоятельно описать свое состояние. Они дают знать, что что-то не так, частым плачем, беспокойством, нарушением сна. Важно обращать внимание на частые эпизоды инфекции мочеполовых путей. В таких случаях обязательно нужно пройти УЗИ почек для уточнения диагноза. У взрослых симптомами гидронефроза еще могут быть дискомфорт или неопределенная боль в животе, тошнота, рвота, общая слабость, снижение работоспособности. В терминальной стадии заболевания, когда развивается блок почки, нарастает клиника уже острой почечной недостаточности. Пациент может жаловаться на выраженную боль в области поясницы. Сморщенные почки иногда дают артериальную гипертензию. В почках вырабатываются гормоны, которые повышают артериальное давление. Потому что почка, она как орган, если в ней нарушается кровоток, она считает, что во всем организме, возможно, снижено давление, и начинает вырабатывать специальные вещества, которые повышают давление. В лечении гидронефроза первоочередной задачей является восстановление прохода мочи из почки. Полноценно решают проблему только с помощью операций. Существует несколько различных видов хирургических вмешательств. Открытые пластика мочеточника в месте сужения, лапароскопические операции по устранению дефектов и стентирование без разрезов. Но все эти классические варианты в случае с нашей необычной пациенткой не подошли. Устранить сужение, восстановить проходимость, сделать реконструктивную операцию возможности нет. Поэтому нам приходится делать резекцию почки. То есть верхнюю половину почки мы будем отсекать. Оставим только нижнюю половину, которая у ней нормальная. У которой нормальная нерасширенная лоханка, нерасширенный мочеточник. Сейчас мы, получается, пережали артерию, сосуд, и сделали резекцию верхней половины почки. Временно пережимается артерия. Максимум на 40 минут у нас есть возможность сделать резекцию. Сейчас мы выделяем мочеточник, отсекаем его. Здоровую половину почки оставили. У ней, получается, в этой здоровой почке свои сосуды, своя лоханка, свой мочеточник отдельно идёт. А расширенный мочеточник мы сейчас будем удалять со сморщенной почки. Это как мешок с инфекцией у неё. Она уже не вырабатывает мочу. Она является источником постоянного воспаления. Такие операции, они относятся к сложным, непростым операциям, конечно. Обычно они занимают где-то три часа. Здесь работают в бригаде три человека, конечно. От слаженной работы всей команды операционной бригады зависит исход лечения. При таких вмешательствах большой риск кровотечений. Тогда на это место резекции мы положим, да, где крови? Так, сейчас мы будем ушивать место резекции. И на этом всё. Три часа работы, и операция подошла к концу. Ну всё, операция, можно сказать, закончена. Спасибо. Малоинвазивные и хирургические вмешательства хороши тем, что пациент после операции быстро восстанавливается. Он может покинуть клинику уже через 3-4 дня после процедуры. Полная реабилитация занимает обычно месяц. Я думаю, что жизнь её изменится только к лучшему. Пациентов таких у нас в год около 40. Поступает в основном, конечно, это сужение нижней третьей мочеточника. Чаще всего они возникают после онкологических заболеваний, когда онкогинекологи удаляют в связи с онкологией женские органы, получается, матку, яичники. И выполняется лучевая терапия после. Что очень часто приводит к сужениям, рубцеваниям как самого мочевого пузыря, так и нижней третьей мочеточника. Поэтому следует избегать инфекции мочеполовой системы, всегда проводить полноценное лечение патологии и, конечно, не пропускать скрининги, в том числе и на онкологические заболевания. В Казахстане внедрены национальные скрининговые программы на раннее выявление рака шейки матки, ракомолочной железы и колоректального рака. Обследования для населения проводятся бесплатно. Кроме того, на законодательном уровне закреплено право работников на социальный отпуск для его прохождения. На скрининг отводится три рабочих дня с сохранением заработной платы и рабочего места. Казахстан – единственная страна, которая проводит скрининги бесплатно. Тем не менее, у нас онкология, все равно цифры, конечно. Раньше как-то женщины заставляли, сейчас все-таки... Ответственность за свое здоровье появилась. И они начинают ходить, приходить, и выявляются дисплазии, которые можно вылечить. Не нужно забывать и о скринингах беременных. Они в Казахстане тоже бесплатные. В норме каждая будущая мама должна проходить три обследования, иногда больше. Женщины обязаны вставать на медучет в срок до 12 недель беременности. В современном мире, по данным ВОЗ, ежегодно рождается 6% детей с врожденными пороками развития. Чаще это пороки сердца, а вот на третьем месте стоят аномалии мочеполовой системы. Но все патологии можно выявить внутриутробно, начать лечение и дать надежду малышу на качественную жизнь. У маленьких детей даже внутриутробно уже при УЗИ-сканировании обнаруживают гидронефроз. И когда ребенок рождается, чтобы почка не сморщилась, выполняют уже детские урологи, уже реконструктивные лапароскопические операции. А иногда и рождение ребенка не ждут, а исправляют патологию внутриутробно, прямо у мамы в животе. Это инновационное направление, называется фитальная хирургия, хирургия плода. Сбои, которые допускает природа, врачи умеют исправлять, причем не только открытыми, но и малоинвазивными методами, с помощью всего небольшого прокола в животе. Мы заходим в полость матки через кожу, через переднюю брюшную стенку, через стенку матки, попадаем в амниотическую полость, ну а там уже это космос. На пути фитального хирурга к ребенку лежит несколько слоев материнского тела. Кожа, подкожная клетчатка, капсула матки, ее же мышечная стенка и, наконец, амнион, внешняя оболочка зародышевого пузыря. Кстати, впервые подобным космическим способом был прооперирован мальчик именно с гидронефрозом. До рождения на 32-й неделе развития Майкла Скиннера в 1981 году спас детский хирург Майкл Харрисон. У неродившегося еще тогда Скиннера из-за непроходимости уретры моча скапливалась в почках, раздувая брюшную полость, травмируя сами почки и прижимая легкие. Если бы Харрисон не вмешался, Майкл мог бы не дожить до родов или умереть в первые дни жизни. Ребенок в итоге благополучно родился и уже после родов завершил свое лечение. Внутриутробно, если порог диагностирован, например, бывают такие изменения уже у плода, фатальные, то есть он родится и жить не будет. Если мы вмешиваемся внутриутробно, мы предотвращаем эти изменения. И тогда уже постнатальные хирурги более курабельного ребенка получают, и мы снижаем риск инвалидизации этих детей. У него порог развития будет, останется. Но, например, функция почек сохранится и не будет почечной недостаточности. С приобретенными гидронефрозами все, конечно, сложнее. На раннем этапе они всегда есть возможность вмешаться, и как таковой профилактики до болезни нет. Нужно лишь постоянно проходить ЧКП, делать УЗИ и, обнаружив проблему, сразу начать лечение. У хирургов сегодня есть солидный арсенал методики, технологий, способных значительно улучшать качество жизни таких пациентов. В отделе урологии в месяц проводят около тысячи различных операций, и немалую часть из них пациентам с гидронефрозами делают. Это очень сложный контингент пациентов. Но мы стараемся всегда найти пути для решения этой проблемы. В таких ситуациях мы обычно делаем пересадку мочеточника, если почка сохранна еще. Если сужение мочеточника длительное, то вот недавно мы сделали, выполнили два случая аппендикопластику, то есть мочеточник, нижнюю часть заместили аппендиксом. Мы сделали одну операцию открытым способом, а вторую операцию сделали лапароскопически. Иногда, когда мочеточник сужения полностью замурован, и проходимости в нем нет, у нас в практике выполнялась операция из воздушной кишки, мы полностью замещали весь мочеточник, то есть от самой почки, от лоханки до мочевого пузыря. Также мы делаем различные реконструктивные операции. Мы можем из мочевого пузыря сформировать лепесток и сформировать новый мочеточник и соединить его со здоровым. То есть различные подходы – это сложнейшие реконструктивные операции. Есть еще одна большая и уже деликатная проблема, которой здесь занимаются врачи. Это диагноз инконтиненция, то есть недержание мочи у женщин. Заболевание негативно влияет на уровень комфорта, нарушение качества жизни приводит к стрессам, социальной дезадаптации, доводит до разводов. К сожалению, женщины многие тоже стесняются обращаться, по этому поводу. Это пациенты, как правило, после родов, крупный плод, расширяется тазовая диафрагма. В связи с этим выпадает мочевой пузырь, может, и меняется угол уретры. Но это легко устраняется изменением угла уретры с помощью сетки специальной. Заболевание встречается и у мужчин, но чаще им страдают именно женщины. Медики объясняют это анатомическими различиями. У женщин мышцы тазового дна слабее, они больше склонны к атрофическим изменениям с возрастом. По статистике, недержание мочи страдают 40% женщин. Это очень распространённая проблема. Недержание мочи бывает разное у женщин. Это может быть и стрессовое недержание мочи. Есть ургентное недержание мочи. Это когда при, скажем, гипериннервации мочевого пузыря, в таком понятии гиперактивной мочевой пузырей, развивается ургентное недержание, пациентка не успевает в туалет. Это лечится консервативно, при помощи специальных лекарств. Несколько уровней лечения. На начальных стадиях при стрессовом недержании, когда человек при любой нагрузке, кашле, чихании, смехе, подъёме тяжести или занятии спортом испытывает недержание мочи, тоже можно помочь консервативными методами. Сначала это начинается при тяжёлых нагрузках. Далее это уже может быть при смехе, при кашле. И самой тяжёлой степени – это уже когда при ходьбе. При начальных стадиях необходимо, конечно, обратиться к урологу, чтобы можно было, может, возможно, на первых стадиях это решить ещё какими-то консервативными методами в плане упражнениями на усиление стенки, таза, дна. При запущенных стадиях врачи помогают уже с помощью хирургической операции, но бояться её не стоит. Это простая процедура, которую делают без разрезов, через естественные отверстия под наркозом, с помощью вот таких вот специальных сеток. С помощью вот таких сеток и открывать не будем, а она стерильная. Небольшая сетка где-то толщиной около полутора сантиметров, длиной где-то 20 устанавливается. Через естественные половые пути небольшой надрезик делается и меняется угол уроты. Операция долго не занимает, буквально 15 минут, 20 минут. Но там нужен лучший наркоз, потому что будет больно. Поэтому лучше стационарно. Вот, пациентка ложится, устанавливается на следующий день сетка, на следующий день катетер убирается, и мы можем её выписать. Надолго хватает эффекта? Нет, это пожизненный эффект. Но, конечно, редко-редко бывают рецидивы. Например, если женщина молодая, то после родов может быть рецидив. То есть сетку повторно нужно будет ставить. Конечно, послеоперационный режим месяц, там специальные свечки, половой покой и так далее, всё это мы выжидаем, а потом, в принципе, к полноценной жизни они возвращаются. Это очень меняет качество жизни. Они в первое время даже не верят, насколько эффективна эта операция. Психологически сразу не перестраиваются и постоянно боятся. Отделение урологии в Национальном научно-медицинском центре открылось 8 лет назад. Сегодня здесь высококвалифицированный кадровый состав поднимает урологическую службу центра до мирового уровня. Отдел оснащён самым современным оборудованием. В арсенале есть всё для проведения реконструктивно-восстановительных операций на мочевых путях для лечения онкологических заболеваний, простаты, почек, мочевого пузыря и мочеточника. Вмешательство выполняют и по ОСМС, и на платной основе, и в случае чего всегда готовы помочь. Но лучше до операции не доводить. Занимайтесь профилактикой. Одним из эффективных способов поддержания здоровья является регулярное прохождение базового чекапа. Ведь всегда можно выявить проблемы на ранних стадиях, когда они ещё легко поддаются лечению, и хирурги вам не понадобятся.